Радио Болтком У нас тема родства балтийских и славянских племен. Этой темой всю жизнь занимался Борис Федорович Инфантьев, герой нашей сегодняшней программы, профессор, лингвист, доктор педагогических наук, прошу прощения, человек, который создал в принципе в Латвии систему обучения латышских школьников русскому языку, и эта система была признана одной из самых лучших, она была использована на всесоюзном уровне. И Борис Федорович участвовал в различных научных симпозиумах, конференциях, совещаниях по тематике изучения русского языка, поскольку и латышским, и русским языком он владел одинаково хорошо, с детства был погружен в эту среду, поскольку его папа был землемером и ездил по делам своей работы по различным городам и больше селам, естественно, по всей Латвии, поэтому Борис Федорович с детства был погружен в такую национальную среду латышскую, и очень хорошо знал и любил латышскую культуру, историю и, конечно же, язык. С нами на прямой связи через Zoom Олег Николаевич Пухляк, это ученик Бориса Федоровича, можно сказать, его соратник, молодой коллега, который многие годы с ним работал, сотрудничал, и все его знают как прекрасного историка, знатока Риги, мы следим за его постами в Фейсбуке, за его путешествиями по Риге, которые он иногда организует. Олег Николаевич, добрый день, очень рада вас слышать. Спасибо, взаимно. И я хотела бы начать с того, что вот Борис Федорович, я покажу на камеру, поскольку это записывается на YouTube и будет потом выложено, вы сможете это почитать. Посмотреть книжку «Балто-славянские культурные связи», это книга Бориса Федоровича Инфантьева, в которой как раз подробно изложено все, что он занимался в своей научной деятельности. И начинается эта книга с такого предисловия о родстве латышской и русской лексики и латышского и русского языков. Таким образом, говорит Борис Федорович, одним из непровержимых свидетельств духовного родства и исторических непрерывавшихся контактов является языковое сходство. По словам Яниса Энзелина, авторитетнейшего латышского языковеда, «Балтийские и славянские языки ближе друг к другу, чем любые взятые произвольно два близко родственно стоящих языка, например, санскрит и языковесты, германский и романский». И далее Борис Федорович начинает со сравнений, которые в топонимике, например, отразились. «Бесспорно, яуза ближе к латышскому аузас, чем к русскому овес. Зато ока, в свою очередь, ближе к русскому, или вернее, старо- и церковнославянскому ока, чем к латышскому ацс». Вывод. То, что ученые Гимбуты называют балтийским, на самом деле является балтославянским, в чем не сомневались все великие языковеды. Итак, мы еще затронем вот эту тему родства латышского и русского языков и культур латышской и русской. А сейчас немножечко начнем все-таки рассказывать о нашем сегодняшнем герое Борисе Федоровиче Инфантьеве. Мы работаем в прямом эфире, и наши телефоны в студии вы все прекрасно знаете. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. А я хочу просто рассказать о том, как я пришла к мысли о том, что надо о Борисе Федоровиче сделать передачу, поскольку, ну, как вы знаете, я пишу для Википедии, и вот там была тема такая заявлена, что надо заняться пополнением статей о Латвии, и, как обычно, выставляется ряд материалов, которые не завершены, маленькие статьи-заготовки. И вот просматривая этот список, ища то, что мне, может быть, было близко и интересно дополнить, я увидела имя Бориса Федоровича Инфантьева. Была очень удивлена, что он вот в таком списке оказался. Мне казалось, что это такая фигура, которая должна была быть отражена наиболее полной в красках. И еще более я была удивлена, когда увидела, что в статье, которая вот на русском языке была помещена в Википедии, ну, кроме маленького биографического вводного кусочка, указывалось, что Борис Федорович был, его имя было найдено в картотеке агентов КГБ. И вот это единственное, что нашло отражение вот в той версии статьи, которую я начала редактировать. И, ну, сейчас она уже более полная, вы можете зайти в Википедию почитать, поскольку я постаралась, ну, эту статью все-таки дополнить и отразить деятельность и личность этого человека полнее. Но все-таки вот с этой жареной темы я бы хотела, может быть, начать, Олег Николаевич. Что связывало Бориса Федоровича с КГБ? Мне казалось, что, ну, и по тому материалу, который я увидела, он, напротив, был человеком, ну, как бы внесистемным. Он даже подвергался какому-то преследованию, там, в начале 50-х годов, когда обнаружился факт, что во время нацистской оккупации он там работал в трудовой службе, занимался анализом и подготовкой каких-то документов по трудовой повинности для нужд Рейха в то время. И это послужило причиной того, что он какое-то время не работал, ну, на какой-то должности, а занимался составлением словаря. И в это время он как раз познакомился со своей будущей супругой, поскольку они вместе этим занимались. Итак, вот что такое было связано в жизни Бориса Федоровича с КГБ? Знаете, я-то, с вашего позволения, начну с анекдота, тем более, что, вот насколько я помню, Бориса Федоровича, он всегда был человеком довольно ироничным, и в первую очередь ироничным по отношению к самому себе, никогда не делал такое серьёзное пафосное лицо, даже когда говорил об очень серьёзных вещах, при этом не издеваясь над теми вещами, о которых он говорил. Так вот, значит, собственно, сам анекдот, вы помните, да, когда не в радиоболтком, а у радиоармянского спрашивают, да, правда ли, что Чайковский, ну, и дальше я не буду сейчас это всё тиражировать. На что радио отвечает, правда, но любим мы его не за это, да. Вот то же самое Борисович Инфантьева, в первую очередь, я знаю, как замечательного учёного, таких уже сейчас не делают, это штучный товар, это уже действительно прошлая эпоха, мы сейчас можем только вот мечтать о каком-то приближении вот к тем величинам. И с другой стороны, в общем-то, тема вот этого сотрудничества, она, ну, никогда, скажем так, она Борисовичем не обходилась, он как-то спокойно об этом говорил. И с другой стороны, если ты знаешь, может быть, я не прав, я говорю, собственно, свою точку зрения. То есть если ты знаешь, что за тобой нет каких-то грехов, что ты не делал за спиной людей, людям под ножку, что ты не лишал свою карьеру путём того, что ты ломал судьбы других людей, ну, в общем-то, тебе нечего стесняться. И Борисович как раз был из этого числа, потому что если мы посмотрим список других людей, которые, ну, судя по всему, скажем, да, своё сотрудничество использовали для выстраивания карьеры и для осаживания своих коллег, которым в лицо улыбались, а за спиной там, да, там можно почитать, если есть такая возможность. Вот те, конечно, с ненавистью говорят о том, об этом чудовищном и т.д. и т.п., да. Ну, с одной стороны, давайте так, значит, Борисович, не будем забывать, что действительно в 40-е годы, если не вдаваться в подробности, а если просто сухая справка, скажем так, архивная, сотрудничал с нацистским режимом, сотрудничал, и понятное дело, что с 44-го года это могло ему очень дорого обойтись. Другим людям, другим людям это вообще сходило с рук, и если мы посмотрим с вами биографии, то удивляет, как люди выстраивали, скажем, свою карьеру в 42-м, в 43-м году, и потом продолжали выстраивать и в 44-м, и в 45-м, и в 46-м, а потом и в годы оттепели, а потом и в годы уже, скажем, и Брежневские, да, и как-то никто никогда не вспоминал, а что там когда было у вас в 40-е годы. Поэтому если мы говорим, что что-то где-то Бориса Федоровича осаживали, то это не было причиной, а это было просто инструментарием, удобным поводом, который подворачивался под руку, не было бы этого, но было бы другое, не так улыбаешься, не так, я не знаю, там, что здорово, что что-то ещё было. То есть это вот с одной стороны. С другой стороны, не будем забывать, что Борис Федорович вёл активную работу с латышской эмиграцией, и сам ездил, ну, по крайней мере, в Стокгольм точно я знаю, что один раз он ездил, и он постоянно работал с приезжающими сюда латышскими филологами, которые потом, скажем так, сделали очень большую карьеру, очень-очень большую карьеру. И понятное дело, что встречи такого уровня, давайте не будем делать вид, что нам-то по 15 лет, и мы сквозь розовые язвки продолжаем смотреть на жизнь. Такие встречи в той эпоху устраивался, понятное дело, через комитет государственной безопасности. Ясное дело, что абы каких людей, которые, ну, скажем так, вообще не было понятно, кто это, а вот, типа, специалист, давай. Непонятное дело, что таких людей не допускали. Понятное дело, что это должны были быть люди, которые, ну, скажем так, будут действовать себя в каких-то рамках, вести себя в каких-то рамках. И да, безусловно, конечно, об этом говорилось. В таких рассказах с Байсёдовичем, ну, которых, у которых мы там вели, да, были разговоры о том, что периодически за ним приезжала машина из этого самого высокого в Риге здания. Ну, кто помоложе, может быть, не знает, почему оно самое высокое. Потому что видно Колыму? Ну, конечно, безусловно, да. Вот ещё раз фольклор. И он говорил о том, что к нему обращались за консультациями по его, скажем так, сфере. То есть по филологии, по вот фольклору. И одна из историй... Люсь, я вот, знаете, тоже, когда вы предложили поучаствовать, тоже думал, скажем так, что рассказывать, что не рассказывать. Не хотелось бы рассказывать, скажем, все истории с называнием фамилий. Ну, вот поэтому, скажем так, вот одну историю так расскажу, но без фамилий, да. Когда... Так, дети нас, наверное, не слушают, надеюсь, по крайней мере. Ну, вот то, что рассказал Борис Фёдорович. Возник вопрос, когда, скажем так, одна наша интеллигентская группа решила поразвлечься и начали делать такие порнографические... Ну, как порнографические? Эротические, наверное, сейчас бы мы назвали. С точки зрения определения это было бы правильно. Это такие эротические карты, когда тело, скажем так, обнажённого человека, а голова как кого-то из латвийского правительства или партии, руководство партии, имелось в виду. И вот Борис Фёдоровича пригласили для того, чтобы он дал своё заключение, что это такое. И он говорил, что... Говорит, ну, я знаю этого человека, и, в принципе, я себя фамилии назову, все мы скажем, что мы знаем этих людей. Он говорит, ну что, если я напишу, что это действительно... Ну, то, что это было. То человеку, понятное дело, срок бы грозил. И я писал, говорит, полную ерунду там на нескольких листах, что это традиции, значит, вот языческие, характерные для Латвии, Янова ночь, цветок папоротника, и что это не является там каким-то издевательством, а это вдруг фольклор, который, скажем так, укоренился, и так далее, и подобное. Ну, то есть это в советское время было, выпускались эти карты? Ну, как, ну, в подполье там кто-то делал, в тёмный ванн не клепал, фотографии не занимались никогда? Ну, вот, ну, это же всегда можно было, да, то есть здесь отрезал, здесь приделал, понятное дело, что в наше время при помощи фотошопа это делается намного изящнее, намного более естественно. Ну, вот кому-то нравились такие вещи. Согласитесь, сейчас кому-то нравится, ну, я не знаю, там, на плакате нарисовать какую-то, ну, скажем, пошлость, да, вот так вот с ней идти, ой, боже мой, как я остроумно придумал, да, какую игру слов я придумал. Ну, многие сейчас от этого вот переживают какой-то экстаз, возможно, близкий к эротическому. Ну, тогда вот то же самое было, ой, какие мы вот, смотрите, большие такие эстеты, как мы вот так вот, смотрите-ка, да, интеллигентно, как мы интеллектуально вот так вот издеваемся. Ну, всегда было, всегда есть, всегда будет. Но я к тому, что начали вот с этой стороны в жизни Бориса Фёдоровича, он никогда особо не скрывал, что он приглашался в качестве консультанта. И говорил о том, что, да, машины за ним приезжали, и тоже говорил, что, говорит, ну, когда уже там ни первый, ни второй раз, и когда привозили обратно, ну, уже, скажем так, вот этот трепет такой отходил. А когда первый, там, второй раз машина приехала, и мысли такие, там, хорошо, увезли-то тебя, увезли, а привезут или не привезут обратно. Или, в конце концов, будет возможность самому добраться, или не будет возможность. Ну, вот, скажем так, такой ответ, который я могу дать, исходя из того, что я помню из разговора с Борисом Фёдоровичем, да, тот вопрос, с которого мы начали с вами. Хотя ещё раз повторюсь, что я очень надеюсь, что всё-таки Борис Фёдорович дорог на мне в силу этого, а в силу того огромного наследия, которое он оставил. И не обязательно наследие – это письменные работы, с письменными работами, может быть, как раз ему и не повезло, потому что то, что увидело свет, это, ну, я там не буду в процентах сейчас придумывать, сколько процентов, но это крайне незначительный объём из того, чем Борис Фёдорович мог бы поделиться. И в связи с этим, вы знаете, я ещё одну такую историю расскажу в своё время. Вот Лурион Иванович Иванов издавал «Дошёл финансы», а всем, кто там что-то пишет, мы знаем, что самая большая проблема – это финансы. Ну да, эту книгу-то, кстати, тоже издали староверы. Да, но там был другой сборник, нет, это другой сборник, перед ним ещё. Это непосредственно только Борис Фёдорович Инфантьев. А там был сборник, который издавала тогда наша община старообрядческая, рижская. И там половина, по большому счёту, сборника, достаточно толстого, это были две статьи Бориса Фёдоровича Инфантьева. И вот тогда Бориса Фёдоровича поздравляли, Борис Фёдорович, какой-то успех, по большому счёту, ваша статья, это же практически целая книга. Ну и так далее, и тому подобное. И вот вернусь к тому, о чём я говорил. Борис Фёдорович очень самокритично всегда был настроен. Вот он был из тех людей, которых можно сказать, что он любит не себя в искусстве, а искусство в себе. И вот он тогда улыбнулся и сказал, говорит, ну а что вы мне тут говорите спасибо? Я всю жизнь прожил, занимаясь именно этим. И по большому счёту другого-то ничего уже и не знаю. Поэтому неудивительно, что я смог это написать. Было бы удивительно, если бы занимаясь всю жизнь этим, как раз сделать бы ничего, он не мог. А благодарить надо тех людей, которые нашли финансы для того, чтобы это издать. Вот поэтому это их бенефис, им большое спасибо, им огромные благодарности. И вот в этом отношении Борис Фёдорович знал, о чём он говорил, потому что, безусловно, конечно, гораздо больше материала он мог бы оставить читателям. Но вот сложилось так, как сложилось. И хорошо, что это есть. И спасибо тем, опять-таки, издателям, кто смог реализовать вот эти издания. Ну, кстати говоря, вот если мы говорим об архиве, да, и об библиографии Бориса Фёдоровича, то, конечно, трудов было подготовлено очень много. А какова судьба вот его наследия неизданного? Есть ли какие-то, может быть, рукописи, которые можно было бы опубликовать, ну, каким-то образом, хотя бы, может быть, в интернете в каком-то виде? ПДФ книгу издать? Здесь, значит, могу, ну, могу, может быть, успокоить общественность, да, если можно так сказать, что тех трудов, которые можно было бы издать, ну, в общем-то, практически нет. Почему? Потому что Борис Фёдорович в этом отношении был прагматиком. Он не писал стол. Другой вопрос, что в голове у него мыслим было тесно. То есть материалом он обладал, конечно, действительно колоссальным, он ориентировался в нём. Понимаете, да в конце концов, даже если мы не говорим о вот этих связях балтославянских, а там у него была очень интересная концепция, достаточно подробно он её развивал, и не просто это были какие-то его мысли-фэнтези, а, безусловно, со ссылками на серьёзные исследования, на размышления. Ну да, он же, в принципе, получил образование как словист, филолог-словист, поэтому он знал много языков родственных славянских, и, в частности, вот в этой книге у него есть ссылки и на санскрит, и на чешский язык, и на церковно-славянский, и старорусский. Так что... Давайте уж байки-то потравлю вот в инфарктивской манере, в манере Бориса Фёдоровича. Я был значительно моложе, но, скажем так, в отношении знания латыни это ничего не изменило, скажем так, только то, что ещё в университете, может быть, изучали, ещё больше забыл. И вот я помню, как-то прихожу к Борису Фёдоровичу в гости, и он говорит, Алик Николаевич, ну, на выезд тоже с отчества, ну, старая закваска такая была, он говорит, Алик Николаевич, вот нашёл такой любопытный материал о русских купцах в Ливонии, и начинает мне медленно зачитывать, ну, он уже в возрасте был, материал для меня, как для историка, действительно безумно был интересный, то есть там открывались некие такие нюансы, не сейчас, не в передаче, но просто поверьте на слово, что, ну, да, такой любопытный, неожиданный, скажем так, ракурс, а Борис Фёдорович читает достаточно медленно. Мне это интересно, я так, скажем, бочком-бочком подхожу к нему, чтобы заглянуть в листок и, знаете, так глазами быстрее дальше по тексту. И я смотрю, что буковки-то латинские, что текст-то латинский. Вот, и здесь я ещё больше... То есть он вам уже по-русски пересказывал тот текст с латыни? Не пересказывал, он читал мне по-русски с листа. Угу. Вот, и поэтому получилось, что несколько медленно. То есть поймите, несколько медленно, это не значит, что вот по буквам, а несколько медленно. Ну вот, если бы я сейчас вот с вами бы начал вот таким вот манером говорить. Примерно так медленно. Угу. Я удивлён, у Бориса Фёдоровича спрашиваю, Борис Фёдорович, а вы что, так латынь хорошо знаете? Но я тогда ещё не знал, что он и латынь преподаёт профессионально, как преподаватель. Помимо всего прочего, конечно, да. Но я помню, это тоже такое искреннее, ненаигранное удивление, когда он так лист чуть-чуть от себя, так сказать, отодвигает, и меня удивлённо не менее, чем я смотрю, ну как, ну в гимназии же учили. Понимаете, это вот тоже такой нюанс, который до сих пор я очень хорошо помню, такой яркий момент, который лишний раз показывает, как раньше в гимназиях учили, и уж кого выпускали, так выпускали. С другой стороны, показывает действительно общую эрудицию. Поэтому да, действительно, Борис Фёдорович в языках очень хорошо ориентировался, он их не только знал, он их чувствовал. Но здесь другое, здесь, понимаете, вместо того, вот так получилось, жизнь сложилась, она у всех складывается по-разному. И получилось так, что Борис Фёдорович академической работой смог заниматься только уже на склоне лет, то есть уже, когда он подошёл, собственно, к пенсии. А непосредственно вся его работа, она была связана совсем с другим, она была связана со школой, и работая в школе и потом дальше не напрямую в школе, а уже в Министерстве образования, вся его деятельность, она была связана с тем, как лучше можно было бы в латышских школах преподавать русский язык. То есть подготовились методики различные таким образом, чтобы это было максимально успешно. Ну да, не академическая, а прикладная деятельность. А уже потом, уже потом уже пошла деятельность вот эта вот академическая. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на две минутки на рекламу, и не переключайтесь, возвращаемся к рассказу о Борисе Фёдоровиче Инфанте, о Балтославянских культурных связях через пару минут. Радио Балтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На одной волне с городом. Радио. Балтком. Ещё раз добрый день. Продолжаем нашу программу о Борисе Фёдоровиче Инфанте, профессоре-лингвисте, докторе педагогических наук и с нами на прямой связи через Zoom его ученик, коллега Олег Николаевич Пухляк. Итак, мы говорим о том, что академической деятельностью Бориса Фёдорович, ну, то есть такой научной, научно-разъяснительной, что ли, работой и именно вот написанием этих книг, одна из которых лежит сейчас передо мной, она называется «Балтославянские культурные связи», Борис Фёдорович начал заниматься уже более углублённо, на склоне лет. и я хотела бы, может быть, сейчас для радиослушателей привести примеры из этой книги, которые показывают вот это родство латышского и русского языка и то, как словообразование менялось с течением времени. Вот, например, Борис Фёдорович отмечает, что в латышском и старославянском церковнославянском языках имеет место частенько метатеза, то есть перестановка звуков «ра», «ла» в обратном порядке. Например, латышское слово «варты» соответствует старославянским «врата», то есть «в», «а» и «р» переменены местами, в принципе, одно и то же слово. Барда, «брода», «борода», «варна», «врана», «ворона», «арклс», «ралу», «арала», то есть «плуг», старое слово, «перекуем мече на арала», «арт», «орать», «арайс», «ратай», «пахарь», «вас», «власть», «волость». И еще хотела привести слова, которые, вот, глаголы, да, очень похожие они и по смыслу, и по звучанию. «Бить», «бидить», «продвигать», то есть в латышском это больше «продвигать», но слова родственные. «Блудить», «блудить», «вести себя непристойно», «бороться» в латышском сейчас употребляется «цикстетис», а есть слово «бардис», то есть «ругаться», «брать», «беру», «немт», «берт», «беру», «сыпать», то есть слова похожие по своему смыслу. «Брызгать» есть слово областное, «брузгат», «вертеть» в латышском сегодня «грозит», «верст», «направлять», то есть «вертеть» и «верст» похожи. Ну, вот таких слов, которые, ну, буквально близнецы в этой книге приведено очень много, и самый главный вывод, который приводит Борис Федорович, это то, что в латышском и русском языках существует 1600 общих корней, вот, общеродственных таких слов, а для «бэйсик-энглиш» достаточно, ну, для того, чтобы общаться, 300 слов, 300 корней, потому что у каждого корня есть еще различные производные, и таким образом Борис Федорович утверждает, что для русского человека выучить латышский и для латыша выучить русский достаточно просто, потому что языки похожи, и более того, в, там, 10-м, 11-м, 12-м веке естественно, что все эти племена, населявшие теперешние, там, Латвию, Псковскую область, там, Новгородскую и так далее, они все, примерно, говорили на одном языке, общались без переводчика, и это, в частности, объясняет, например, то, что, когда мы приезжаем во Псков, и там есть вот этот белый город, Давмонтово городище, и узнаем, что более 30 лет городом руководил литовский князь Давмонд, Давмонд, да, в нынешней нашей транскрипции, и кажется, это удивительно, как это псковичи выбрали литовского князя своим руководителем, а оказывается, что это все очень просто, эти люди, ну, тогда не различались по национальностям, они принадлежали к одному сообществу, и, в общем-то, вполне естественно было для них обмениваться, как руководителями, так и подданными. Ну, это я отвлеклась, еще раз хочу прорекламировать эту книжку, может быть, вы сможете ее где-то найти, приобрести, поместить в домашней библиотеке пользоваться, да, потому что это действительно такая замечательная книга, очень многосторонняя, отражающая и традиции фольклора, и культуры, и, конечно же, языка. Ну, мы возвращаемся к Борису Федоровичу, я действительно хочу подтвердить, что человек, он был с большим юмором, и это, кстати, подтверждают его мемуары, которые частично опубликованы вот на сайте русский.лв, я их нашла, и эти мемуары касаются различных таких воспоминаний о жизни Бориса Федоровича, о его молодости, и они вполне показывают этого человека, его такое ироничное отношение к жизни, его юмор, его наблюдательность, а вот каким он был в жизни, когда вы с ним познакомились, вот мне кажется, что это знакомство всегда происходило достаточно просто, я вот не помню, как я с ним познакомилась, но мне казалось, что вот никогда он между собой и другим человеком не выстраивал дистанции, он, ну, разговаривал на равных, не строил из себя там какого-то великого гения, там, мужа науки, который вот стоит на высоком холме и свысока поглядывает на всех окружающих. Вернусь сейчас к этому вопросу, не буду от него уходить, но просто очень хотелось мне чуть-чуть встрять в серединочку того разговора, который сейчас вы вели, когда вы говорили как раз о том, что вот книга и вот балтославянские связи, почему говорю, что очень жалко, что Борис Фёдорович не смог всё на бумаге изложить, у него была очень интересная концепция вот как раз о единстве балтославянского мира. На сегодня, напомню, может быть, слушателям концепцию о том, что, как происходило расселение людей на Земле, то есть есть такое понятие как генетическое происхождение, этим сейчас занимаются очень активно, изучая генетику всевозможные гапплогруппы, определяя, кто от кого произошёл, но было и другое, было другое, то есть кто носителем какого языка был, и мы отлично понимаем с вами, что можно быть кем угодно по крови, но в процессах ассимиляции добровольной или насильственной, но тем не менее какая-то группа может перенимать культуру и становиться носителем совершенно до этого чуждой культуры, и при этом она дальше будет как раз носителем этой культуры на всю оставшуюся жизнь. И поэтому мы с вами-то ещё говорим в истории, помимо всего прочего, о языковых группах. И вот известно, что существуют германские народы германской группы, славянские, точно так же балтские народы, то есть в первую очередь, конечно, речь идёт о единстве языка. И вот здесь, безусловно, конечно, тема достаточно сложная, потому что источников достаточно мало они, и они такие достаточно спорные, и поэтому рождается много различных концепций о происхождении различных этносов. Борис Фёдорович, он был сторонником как раз той школы того направления, которая говорила о том, что балты и славяне, они, по сути, настолько близки, что можно говорить о тождестве. И что в Европе, как раз когда индоевропейские народы расселялись в дальнейшем, каждый по себе, разделялись и превращались уже сначала в этносы, потом дальше уже в народы, он как раз говорил о том, что балты и славяне дольше всего это тортиство сохраняли. И когда речь идёт об археологических культурах древних, то на самом деле весьма трудно определить, кто это, ещё славяне или ещё балты, или уже, скажем так, славяне уже балты, потому что действительно очень-очень-очень много общего. И вот он как раз говорил, что вот эта вот непонятность археологии, она как раз и объясняется тем, что тогда ещё разделения не было. А потом сложилось так, что, грубо говоря, вот прошёл там какой-то исторический нож типа готов, допустим, разрезал племена одних направо, других налево. Другие племена, опять-таки, как-то начинают сдвигаться в разные стороны, теряют контакты и начинает нарастать между ними различие. И вот таким вот образом появляется, дальше уже появляется конкретно балты, конкретно славяне, дальше уже разделение балтов уже на этносы, славян на этносы и так далее и тому подобное. Вот очень жалко, что вот эта очень ясная, очень чёткая и очень продуманная картина Борис Фёдович, она на бумагу не легла. Потому что вот сегодня вы уже упоминали Марию Гимбутес, ну, понятное дело, что, в общем-то, Гимбутес обычно на всех книжках пишут правильнее с точки зрения литовского языка, наверное, всё-таки было бы Мария Гимбутена. Но, тем не менее, кто эту книжку читал, ну, скажем так, достаточно книга, ну, я не хочу сказать поверхностная, кто я, чтобы так судить. Но, тем не менее, она считается одной из таких наиболее обязательных к прочтению. И вот очень жалко, что вот гораздо более продуманная система взглядов Бориса Фёдовича Инфантьева, она не легла сравнить ни с чем. Потому что, допустим, если Гимбутес элементарно в любой магазин пошёл, книжка достаточно широко распространена, она переведена на много различных языков. Если не хочешь покупать её бумаги, пожалуйста, в интернете, то есть можно ознакомиться достаточно подробно с её взглядами. Со взглядами того же самого Бориса Фёдовича Инфантьева, более подробными, более логичными, ознакомиться мы нигде не можем. То есть кто-то где-то когда-то с ним общался, только может вспомнить, что он об этом говорил. На бумагу это не легло. Вот это вот... Очень жаль, что всё-таки это не сложилось. То есть даже никаких статей он на эту тему не написал, даже набросков каких-то не осталось? Понимаете, это слишком академическая такая тема. Будем окровенны, что для газет, для журналов, в общем-то, тема это не востребована, так скажем. Это только для каких-то узовских сборников. Ещё раз говорю, спасибо. Вот сейчас Игорь Иванович векнётся в хорошем смысле этого слова. То есть он взял на себя огромный труд, вот тот сборник, который вы в руках держите. Вот это вот пример такого академического труда, который широкий читатель читать и не будет, и не надо, потому что, знаете, ну каждый из нас, ну не надо специальную литературу читать, которая вводит себя далеко. Или это будет ужасно, когда каждый из нас будет специалистом и в медицине, и в электронике, и в чём там, и в сельском хозяйстве, и дальше, дальше, дальше. Каждый должен отвечать за ту сферу деятельности, которой ты себя уже посвятил. Ну, по крайней мере, я так думаю, меня так учили в своё время. Другой вопрос, это ужасно, если ты в своей сфере не разбираешься. Это уже, конечно, чудовищно. Или если ты разбираешься в одном, занимаешься другими вещами. Учитывая всё-таки то, что в последние 30 лет в Латвии ну как бы вот этот национальный фактор очень педалировался, мне казалось, что вот эта книга, она имеет такое очень большое интегрирующее значение, потому что она ну как бы проясняет ситуацию от корней, и она позволяет людям, ну во-первых, не бояться другого языка, а не бояться там латышского, не бояться, ну там, латышам русского, да, то есть в данном случае, вот когда идёт, допустим, вымывание русского языка из официального оборота и его замена английским, это как раз для латышского языка может быть более опасно, нежели там соседство с русским языком, который всё-таки является родственным и... Видите, вы уже делаете такого рода обобщение, да, и уже актуализируете разговор в этом направлении. Я только что хочу сказать. Совершенно разный подход есть к тому вопросу, о котором вы говорите. Есть подход, который провозглашал в своё время Райнис, который говорил нет таута, пред таута, бэт копа, пред тумшу, да, то есть не народ против народа, а все вместе против тьмы, а был народ, вернее, был концепт, который провозгласили когда-то ещё древние римляне, они по этому концепту империю создали, да, разделяя властвовать, дивидеет импера. И тот концепт работает, и другой концепт работает. Смотря что ты хочешь получить, но тем не менее для моделирования ситуации оба концепта это рабочий инструмент. У нас есть звонок, давайте послушаем радиослушатели. Добрый день, говорите. Добрый день. Олег, я с вами не согласна, что книга это, что книга это не для широкого читателя, а как раз, мне кажется, должен широкий читатель знать, чтобы знать свои корни, знать происхождение языков и тому подобное. В свете последнего выступления президента, что мы все должны только говорить по-латышски, дойдёт до того, чтобы мы и думать, как раз мы, может быть, даже какой-то факультатив устроили в школах, или в институтах. Спасибо. Спасибо за предложение. Большое спасибо. Тот самый случай, когда очень рад, когда тебя опровергают. Это очень приятно, когда академические работы читают люди, не являющиеся специалистами, и проявляют к этому интерес. Вот это вот, это вот такой просто, ну, кайф, что ли, историка, да, когда ты понимаешь, что не только научпоп, но и серьёзная литература, она востребована. Это здорово. Хорошо. Но не так сильно, как хотелось бы всё-таки, если на самом деле. Всё-таки я бы хотела вас спросить, как вы познакомились с Борисом Фёдоровичем, что вас связало. Мы достаточно случайно, ну, как случайно, а не случайно, понимаете, это такая штука. В своё время она меня произвела очень большое впечатление книжка, я ещё в школе учился, тогда русский фольклор в Латвии. Кто-то, может быть, помнит, там сказки собраны интересные. Фольклорная тема меня всегда очень-очень интересовала, и вот тогда я обратил внимание, что одним из составителей является Борис Фёдорович Инфантьев, ученик Фридриха. Тогда мне эти фамилии ещё мало что говорили, но, тем не менее, скажем так, фамилия уже была на слуху, а потом так получилось, что, ну, 90-е годы, вы помните, там всевозможные различные какие-то лектории, там какие-то чтения, там больше как-то было, может быть, мыслей не о жизни телесной, как в наше время, а о жизни духовной. Ну, мы ещё были из того времени, когда не нужно было думать о том, чем будешь завтра платить за квартиру, думали о морально-нравственных ценностях, думали о том, как вот какие-то книжки купить, такие редкостные, достать даже, помните, словечко. Вот это вот та вот эпоха, когда вот такая жизнь культурная, духовная бурлила, и даже без денег она бурлила. Есть где собраться, есть возможность обсудить, но и замечательно. И вот тогда, вот на одном из таких мероприятий, вот тогда создавалось фонд славянской, латвийский фонд славянской письменной и стекультуры, насколько я помню, это название. И вот тогда был там один такой организатор, опять-таки не буду фамилию называть, может, ему это сейчас и не нужно, чтобы эта фамилия всплывала. И он тогда приглашал, давайте примите участие, давайте примите участие. Ну вот таким вот образом непосредственно вот за одним столом с Борисом Сёдовичем вот оказался я вот таким вот образом. Ну а потом дальше, то есть начали общаться, ну и вот дальше, 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 дальше. Дальше вот мы оказались в одной организации в Рижском славянском историческом обществе, долгие годы сотрудничали, ну просто вот обменивались мнениями, что-то, что я так находил, приносил, делился с Борисом Сёдоровичем, что-то, ну это понятное дело, а что-то действительно новое было, я был рад, что смог чем-то удивить. Точно так же. Вот он меня удивлял, как помните, он говорил уже, да по-латыни там зачитывал. Очень интересное, конечно, было общение, и надо отметить, что Борис Фёдорович прожил долгую жизнь, и до конца жизни, знаете, ему уже последнее, скажем так, время было достаточно тяжело говорить, он уставал очень быстро просто от того, что говорит, но при этом ясность мысли сохранялась, дай Бог нам каждому. Скажите, Олег Николаевич, а вот почему Борис Фёдорович ну вот опять-таки в последние годы стал таким, ну что ли, активным общественным деятелем. Я видела его фотографию на одном из митингов защиты русских школ, то есть он как бы ведь всегда принадлежал к такой русской интеллигенции, которая очень активно поддерживала и Атмаду, и так далее, и, собственно, он много сделал для того, чтобы сохранить латышскую культуру, её развивать, но вот затем он как бы немножко стал смотреть на эти процессы национальной с другой точки зрения. Люся, я с вами не соглашусь, я не думаю, что Борис Фёдорович сначала смотрел, да, у нас для определённой, скажем так, группы людей, причисляющих себя к интеллигенции, вот то, что вы говорите, очень характерно. Сначала мы думаем одно, потом думаем другое, потом третье, и каждый раз, ой, нас обманули, ой, нас обманули. Вы знаете, я на эту тему что хочу сказать? По поводу, давайте перенесёмся в абстрактное далёкое, да, потому что никогда не знаешь, какой закон ты можешь нарушить, принятый уже, да, в оценке, в суждениях и тому подобное, и тому подобное. А каждое слово, оно записано, да, вот сейчас мы с вами говорим, она уже записывается, и, может быть, потом тебе предъявлено, как что. Я о другом. Русская интеллигенция в десятые годы, ну, в начале 20-х, она очень удивлялась, как же большевики делают вот такие вот вещи, как же это невозможно было. Ну, позвольте, в общем-то, всё это было напечатано и не только в подпольной газете «Искра», это печаталось и в вполне легальной марксистской литературе, той, которую тот же самый там Горький издавал, те же самые статьи Ленина были достаточно хорошо известны, но вот это вот непонятное, отношение интеллигенции, которое, так сказать, «Ой, да ну что вы, ну такого быть не может ни в коем случае». Это, конечно, они утрируют, это они преувеличивают, это перегиб, скажем так, для привлечения внимания, такого ни в коем случае не может быть. Точно так же, давайте посмотрим, немецкая интеллигенция во многом воспринимала Майнканг Гитлера, «Ой, нет, ну что вы, ну это просто билетристика, это просто привлечение внимания, никогда такое в реальной жизни не может воплотиться, никогда такого не будет». Дамы и господа, никто, по большому счёту, мало кто, что скрывает свои взгляды. Всегда всё это говорится, всегда это опубликуется, нужно только почитать, нужно только подумать и потом не изображать из себя жертву обманутую. Другой вопрос, если, скажем так, поток несёт, сколько угодно, ты можешь говорить, что дважды два, четыре, если все говорят пять, на тебя потом улыбаются, ну, как сказать, смотрят, улыбаются и усмехаются, ну, есть так, как есть. Вот, ну, вот так вот. Да, поэтому нет, я не думаю, что Ваисе Леонидович там был такой мягчащий с натурой, он был очень цельной натурой, которая прекрасно, скажем так, понимала, что дважды два, четыре, что прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками, если две точки определены, то уже дальше прямая выстраивается, её направление, понятно, известно. Нет, отнюдь он не был человеком вот то в одну, то в другую сторону. Как будем, ну, у нас не такой большой город, и, может быть, республика не такая большая, да, как очень часто приходится видеть. Нет, он был весьма последовательный. Другой вопрос, что Борис Фёдорович никогда не разменивал себя вот на эти, на трибунные выступления. Да, другой вопрос. То есть, ну, когда становился вопрос, что нужно пойти и сказать, он шёл и говорил. Если уж мы говорим о Борисе Фёдоровиче инфанте, то здесь тоже ещё один такой маленький нюанс. У нас время какое-то есть небольшое ещё? Пять минут. Окей. Значит, был такой нюанс, когда вот мы говорим тоже о вообще этих политических бурлениях, общественных бурлениях. Вот, ну, я не знаю, кто помнит, кто не помнит и слушателей. Значит, был у нас один общественный деятель, скажем так, партийный деятель, который создавал кучу общественных структур или подминал их под себя. И вот я помню, как примерно то же самое тогда вот происходило вот с этим фондом, латвийским фондом славянской письменности, где общими глазами Борис Фёдорович Инфанте был избран президентом этого фонда. Ну, и там был такой задуман хитрый шок, ход, как бы типа переворот, не переворот, ну, как, если это можно назвать переворотом, бурление в стакане, ну, после которого, скажем, этот человек должен был и ещё одну организацию получить в свой запас, в список тех организаций, которые как бы в его блоке. Ну, а ему всегда было удобно говорить, что он выступает не просто от своего лица или от одной организации, а вот за ним 20 организаций, за ним 30 организаций. Это смотрелось, конечно, всегда эффектно. очень часто и сейчас это смотрится, да, сейчас неэффектно, если люди не вдаются в подробности. Вот. И вот тогда, ну, скажем так, не без гордости могу сказать, что технологически, технологически, скажем так, нам удалось тогда людей поставить на место. Но вот я помню, когда Борис Судович это всё видел и слышал, что происходит, и происходит вот так вот, вот это всё. Интриги. Ну, некрасиво, так скажем, да. То есть всё, он президент, и он должен руководить этой организацией, а он встаёт и говорит, вы знаете, после всего того, что я здесь видел, я помню этот голос его, я помню взгляд его такой грустно-печальный, не злой, а вот этот грустно-печальный, лёгкое такое дрожание голоса, я не считаю возможным быть президентом этого общества, делайте, что хотите, я выхожу, и вот сейчас прямо напишу заявление о выходе из организации. Ну, вот тогда вот, и ваш покорный слуга говорящий тоже вышел, в тот же день, ну, потому что, вы знаете, как Павел Петрович Херсанов, помните, говорил, Базарова, молодой человек, а как же принципы, вот эти принципы, как же без них-то в этой жизни, да, конечно, они не помогают выстраивать карьеру, они не помогают делать бизнес, но, ну, они сохраняют честное имя. Ну, наверное, это какое-то утешение такое, да, кармическое равновесие, вот, ну, вот так или иначе, да, то есть Борис Володович Инфантьев отнюдь не был, вы знаете, всеядным, на всё согласным, то есть он мог закрыть глаза на студента, который там на три латыни ответил, но нужно ему четыре, там, да, вот на такие вещи, как-то он мог закрыть глаза, но какие-то вещи, которые он считал принципиальными, важными для себя, ну, он и от них не отходил, и не отступался от своего мнения, вот, как-то так. Да, очень хорошо. Спасибо большое, Олег Николаевич, за ваш рассказ о Борисе Фёдоровиче Инфантьеве, я думаю, что мы присоединим запись этой передачи к статье о нём, чтобы те, кто когда-нибудь обратятся к изучению его биографии, всё-таки могли просмотреть и вот это ваше свидетельство. Ещё раз, вас всех, уважаемые радиослушатели, обращаю к книге «Балтославянские культурные связи», может быть, вы найдёте возможность в библиотеке эту книгу изучить, или купить её, и поставить в свою домашнюю библиотеку, ею пользоваться, потому что действительно она открывает нам горизонты, уводящие нас от каких-то сегодняшних, может быть, споров, политических дискуссий, иногда демагогии, всё-таки в область чистого и научного знания, и эта область даёт нам, в общем, почву под ногами. И ради этого жил и работал Борис Фёдорович Инфатьев, герой нашей сегодняшней программы, профессор, доктор педагогических наук. В программу «Подоплёка» сегодня провела Людмила Прибыльская, нашим гостем был Олег Николаевич Пухляк, историк, педагог, крыльевед. И мы будем рады ещё раз когда-нибудь встретиться с ним в нашем эфире. Звукорежиссёром студии был Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю. Вы слушаете Радио Болтком.